всем привет здорово скучай по вот такой музыки от этих пацанов у тебя два ляма где у меня два ляма на карте у меня больше на м3 не будешь кататься так я нет я просто я купил вам показать я ее продаю если ты хочешь забрать забирать 15500 и торг возможен вот на это посмотрите вот это как как вот этот как назовете вот эту сигму как назовете я смотрю на это и думаю это вот ну это то есть я я тоже стримера я понимаю как это все устроено с шип контентом я все прекрасно понимаю я просто смотрю и думаю у меня вот единственная мысль они шипперица первое они шипперица либо они шипперица и ебутся а ну да все 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 два варианта вот мне просто интересно то есть это уже но это просто серьезный уровень для тех кто не стал глеб сейчас кран устанавливал глеб сейчас кран устанавливал ей но вот есть такое ощущение что между ними из ну не просто шип контент а есть такое между ними что вот пар бутылочек пива ей и хлебас уже на р-третью выпил и стримовница но интересно либо сейчас либо либо пошипперица потом чё лёша твоя м3 бля боюсь посмотреть что прикинь она тифани в тотали нахуй или утопленная ебать я ебанутый испугался нет я клянусь я ебанутый испугался когда увидел то что она на белом салоне вот этот ряд увидел потом увидел то что здесь ковши и все все хорошо стало у меня не ковши слава богу не ну у меня чел в германии проверял машину полностью она не крашеная нет крашеного ни одного элемента у нее 5000 пробег ну и вот по моему в германии вообще в европе нельзя скрывать нельзя заниматься такой хуйней типа нельзя скрывать то что машина бита если это вскроется то чела накажут типа ебанут вроде как так лёха го реакцию на год систем от кая пж всем интересная реакция да никому не те спасибо большое спасибо большое я я сейчас без этого движения мне единственное что конечно мне бы хотелось чтобы пацаны двигались в россии и как минимум и как минимум давали вот эти разъебанные концерты кстати говоря я же говорил о том что я собираюсь менять цвет машины вы знаете я хочу на ней поездить какое-то время и ближе к лету поменять цвет машины до цвет хуйня цвет на любителя мне очень нравится как она выглядит в ночное время суток пиздец такой молочненький нежный цвет но при хорошем освещении днем мне не нравится цвет вот такая хуйня но цвет поймите это самое это это меньшее что можно тебе цвет очень легко поменять вот и поэтому когда ты ищешь машину сколько я ее искал типа цвет это вот в последнюю очередь потому что главное это было чтобы была охуенная комплектация цвет салона потому что вы понимали условно поменять цвет полностью в круг вместе с как это называется вместе вместе с проемом поклеить машину стоит 600 тысяч рублей столько же стоит блять ковши купить два ковша на хуй салага чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем добро пожаловать в при фаер батл на эпик дроп вот тебе инструкция как получить нож юнец пункт первый переходишь по ссылке снизу и авторизируешься пункт второй выбираешь сторону ближний или дальний бой ну и третий пункт выигрываешь и забираешь скины играть в при фаер батл на эпик дроп можно бесплатно раз в час даже на твоем мобильнике не расстраивайся если после первого выигрыша не озолотишься ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами играй каждый день и точно получишь свое ссылку я оставил снизу ставь видео на паузу и играй это приказ видели там литвин с этим встретился с шоу вы блять шоу уродный ебей шоу ебей если тоже не бмв конечно ебей но тоже фарда взял ебей как дал его боком ебей зубы починит но маловероятно или реально поль или реально будет чинить зубы лёг дианя анечка спит у нас к сожалению такой ебануть ебанутический режим это я сегодня еще рано проснулся в шесть часов вот по поводу машины за два месяца сколько она мне ехала я выбирал цвет машины спросить совет как вернуть чувства прости за маленький донат какой маленький донат еще ебнулся блять чего извиняется за то что отправляет 300 рублей просто пиздец спасибо тебе огромное что значит как вернуть чувства у меня к сожалению не было тубле к сожалению я к счастью не было такого никогда что типа ты что имеешь ввиду что после расставания ты не можешь ничего почувствовать другому человеку я такого не было к счастью вот поэтому я не знаю были как по я не знаю ну слушай ты это это вернется тогда когда ты переживешь прошлое расставание все это очень легко это просто время тебе даже делать ничего не надо нет надо тебе нужно сделать все возможное чтобы не видеть этого человека вот и все потому что иначе она тебя постоянно будет подергивать нахуй ты будешь это видите тебя тебя постоянно будет подергивать и вот в этой каши типа пиздец ну а нужно научиться типа знаешь абстрагироваться чем меньше видишь тем лучше и спустя там несколько месяцев тебе становится ну тесно из нормальной ссоре кто мне написывает visa gang beats мне написывает я говорю родничок кинь битов реально писаться не на что кинь битов в честь дня рождения слушаем и цвет слушаем биты ладно больше ему дальше не буду слушать спасибо большое спасибо большое приклеивать собираешь чек не цвета ну-ка сейчас я вот и если не ваще ним блять вообще не моё нахуй тогда уж лучше просто в этом типа не оставить вишневый цвет подойдет бля я вам что-то покажу на ебать красивая там м4 в этом цвете я вам что так подождите вам сейчас покажу где я это видел блять на пинтересте м4 g82 2 red для было такого ебать красиво смотрится в этом цвете пиздец да темно-красный это вот чисто вишневый такой ебать она смотрится очень красиво но как будто как будто странно вот один яркий на другой я поменять не знаю в последнее время узнаю о том чтобы прям вот люди подоградскую не подросткового такого возраста меньше тридцати лет заболевает рак раньше как будто это было вот чисто вот знаешь если там уже 50 плюс вот тогда уже шансы онкологии типа огромный мне нужно я вам сейчас покажу стопку я пошел гастроэнтерологу я вам сейчас покажу стопку направление которое она мне дала направление 1 бумажка прием осмотра консультация врача коллапрактолога первичный следующие электрокардиограмма тотальная внутренняя анестезия без эвэл это для мне кое-чего надо ректосигмоидоколоноскопия а совмещенные с эзофагос эзофаго 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 гастродоуденоскопия я ебал эти названия как вы это нахуй придумали там еще одна какая-то была бумажка еще одна здесь бумажка эндоскопический урезанный экспрекс тест блять следующее это медицинское заключение следующее блять коллапрограмма кольпротеин аналий анализ скала на скрытую кровь блять замечательно дальше ультразыковое излучение органов брюшной полости дальше это мы смотрим это к этому врачу сходил нахуй общий анализ крови и еще одна какая-то хуйня тоже анализ следующая бумажка это тоже направление на анализы блять следующие уже по моче нахуй а вот это вот это мне придется выпить перед премьем это я сходил к одному врачу мне вчера исполнилось 24 года если вам сейчас 16 я вас просто умоляю нахуй не дурите блять просто думайте сука своей головой следите своим здоровьем потому что блять я не 40 знаете 24 и вот это просто вот лёха да это нормально ну я хуй знает типа не хочется 24 года делать колонскопию блять и гастроскопии ебаную под наркозом ты приходишь блять тебя в наркоз и трубку тебе в анус нахуй и в желудок суют слава богу не одну и тоже трубку это все а вот это мне придется сделать чистку перед приемом перед этой операции это вот я почти везде не буду есть и пить раствор который ну настолько я его пил один раз он настолько блюотный по вкусу что ты делаешь глоток тебе хочется блювать и ты это пьешь и у тебя вместе с этой всей хуйней просто все выходит блять из жопы и так вот весь день чистишься на голодный желудок ты не жрешь нихуя весь день и вот потом ты с утра просыпаешься прошлый раз когда это дело я потерял сознание перед этой хуйней я это делал восемнадцатом двадцатом году я с утра просто от слабости проснулся пошел помыться и ваня чуть сознание не потерял мне прям знаете вот я в моей стою мне становится плохо вы так задурнило я просто вот так вот лёг вот так сижу и пытаясь отдышаться вот все нахуй вот такая хуйня поэтому что я вам хочу сказать я вас умоляю не курите не шкудишки не сигареты не закидывайте снюс это просто ебаный ужас не делайте этой хуйни у меня вообще был период в моменте что я нашел охуенные носки блять на озоне и они стоят очень дешево потому что я с 2000 там девятнадцатого года только найки покупал потому что типа найки носки блять круто но я ходил только форсах и так далее потом когда начал покупать себе другую обувь условно там какие-нибудь рики там или ничего не такое ты понимаешь что с носком найк как будто ну с носочком найк либо ботинки найки либо туфли черные лакированы бля только так и вот и в моменте я что-то ебнулся я нашел охуенные и не недорогие носки очень дешевые которые в несколько раз дешевле найков стоит и покупал мешками и мне было настолько заебно стирать ну они меняли свое качество после первой стирки ты стираешь они уже ну не то не то ощущение я что-то ебанулся я начал просто выкидывать носки я один день поносил выкинул носки и так далее и мне это стоило в месяц 4000 рублей 4000 рублей чтобы каждый день надевать новые носки и выкидывать и это стоило 4000 рублей в месяц но потом моменте я загнался по что это ну как сказать как вот неправильно по отношению к жизни вот такая система она как будто неправильная по отношению к жизни поняли то что не знаю как то ну неправильно короче кому